Некоторые темы, вы знаете, хочется уже, чтобы они закончились. Кстати, да. Особенно это, о котором мы сейчас будем вести речь. Дело сестер Хачатурян. Сколько уже месяцев оно длится и все время обрастает новыми подробностями. За этим делом внимательно следит наш корреспондент Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды. Она с нами на прямой связи. Дина, привет. Доброе утро. Дина, перед... Абсолютно. Уже сериал. Сначала и конца, и дна нету. Вот именно поэтому, пока ты не стала рассказывать, какие новые подробности появились, скажи, пожалуйста, когда выход на финишную прямую? Это понятно, потому что дело до сих пор не передано в прокуратуру даже. А прокуратура еще какое-то время должна его утверждать или вернуть обратно на доследование, или передать в суд, или поменять еще, может быть, статью. То есть, как бы, решающий момент, он еще впереди. И как дальше будет судом? Девочки попросили суд присяжных. И суды по таким делам, они длятся не один день и даже не один месяц. То есть, пока конца не видно, скажу так. Но они находятся по-прежнему под домашним арестом. Ну, это мера называется запрет определенных действий. Это даже не домашний арест, а мягче. Они могут выходить из дома с 7 утра до 9 вечера, ходить на учебу, общаться с подругами. Есть круг людей, с которыми запрещено общаться. Также нельзя пользоваться интернетом, телефоном. Ну, в принципе, конечно, это наиболее мягкая вообще мера. После подписки они выездят. Так что, они дома. Слушайте, у многих людей, посторонних, понятно, что вся страна принимала в этом участие. Но у многих жизнь-то все равно продолжает. Сложилось впечатление, что все уже закончилось. Потому что, а, да, еще идет, вот так, понимаете. А в чем, собственно, самая главная проблема на сегодня? Что появились какие-то подробности, какой-то поворот дела? Или все тоже тянется по-прежнему так? Объясни, пожалуйста, нам, Деда. Ну, многие люди думают, что закончилось. И сестер оправдали, потому что пару месяцев назад прошла информация, что вот на Хачатыряна Михаила завели уголовное дело по факту насилия на своими детьми. И все решили, что это как бы все, все все поняли. Отец их насиловал и довел вот до такого, да. Это была самооборона. Но на самом деле это абсолютно не конец. Против него действительно было заведено дело. Но по факту смерти оно закрыто. Таковы у нас юридические нюансы. Только родственники его ближайшие могли настоять на продолжении против него уголовного дела. Но, естественно, они этого делать не стали. И девочки, как были под статьей 105, часть 2, убийство группы лиц, одна из самых тяжких в нашем уголовном кодексе, так они под ней пока что и остаются. То есть можно сказать, что родственники покрывают этого человека, а своих родственников тоже, сестер, которые, в общем-то, решили вот так свою жизнь защитить, не покрывают? Ну, конечно, родственники там понятны, свои какие-то отношения. Нам тут скрылись как раз такие факты о том, кто покрывал самого Михаила Хатистеряна. Потому что с самого начала было вообще неясно, как этот человек мог себе позволять столько всего недопустимого. То есть в первые же дни всплыла информация, что он там прострелил соседке ногу, и ничего ему за это не было. Что он там матом крыл вообще всех, кого хотел. Что он ездил на своей машине, нарушая абсолютно все правила дорожного движения. Что он приходил в школу к детям, а дети у него последний год вообще не были в школе там в 7 раз. То есть он приходил избираться с учителем и угрожал ей пистолетом. То есть было непонятно, каким образом вот эта вот безнаказанность непозволительна вообще. Что это вот не было. Что за человек такой, да? Да, и кто же за ним стоит? И что выяснилось, кто же стоит за... Стоял, точнее говоря, за погибшим Михаилом Хачатуряном. За погибшим Михаилом Хачатуряном стоял вообще великий и могущественный заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Он сам тоже уже покойник, он развился на вертолете в 2018 году. Напомню, что это преступление, девочки убили отца, это тоже в 2018 году. То есть Хачатурян даже раньше умер. И вот этот Саак Карапетян, которого знала вся Россия, самокриминальная Россия, это прокурор, серьезный человек, он свел Хачатуряна, познакомил с прокурором Северо-Восточного административного округа, где, собственно, я и жила. И в телефоне у Хачатуряна, телефон изъят как вещественное доказательство, он находится в материалах дела, если его переписка изучена, следовать ему. Есть очень интересные переписки с прокурором Северо-Восточного округа, его зовут Анрия Рязаев. Там Хачатурян просит помочь ему, причем в такой форме довольно настоятельно чувствуется, что он такой, знаете, командует даже немножко, я бы сказала, прокурором, там его помыкает. У меня вот завтра комиссия по делам несовершеннолетних, что же вы ничего не решили, придется мне опять звонить Сааку Карапетяну. Вот такая переписка. Также этот прокурор помогает ему решить вопрос с ГАИшниками. Этот эпизод описывала одна из сестер Хачатурян на допросах, когда их спрашивают, почему вы не обращались в органы, почему вы не жаловались. Она говорит, я слышал его жаловаться, я ехала как-то с отцом на машине, он нарушил, проехал на красный свет, потом через две сплошные его остановил сотрудник ГАИ, стал лишать прав, ставить протокол, он его обложил матом, там была какая-то перепалка случилась, сотрудник ГАИ даже достал телефон, снимал на видео такую неадекватную реакцию, ну, чтобы себя как-то обезопасить. И отец сказал, ты получишь, значит, у меня проблемы, и протокол этот порвешь. И действительно так и случилось, он потом хвастался детям, что вот мои права вернули, а протокол, значит, при мне там порвали. И этот эпизод, он также нашелся вот в переписке с Андреем Рязаевым, напомню, что это прокурор Северо-Восточного округа, о том, как вот он ему, значит, как там дословно написано. Ну, Миша, задача выполнена. Слушай, Дин, слушатели-то спрашивают, причем один и тот же слушатель, видимо, поклонник, пишет, а какое это имеет отношение к убийству? Вот эта часть твоего рассказа, да, какие у него связи были. И дальше добавляет. Да, возможно, он был ужасным человеком, но убийство совершил, совершил у них учителя на его дочери. Мне очень хочется что-нибудь гадкое сейчас сказать, но я сдержусь, поэтому ответь, пожалуйста. Если человек давит на комиссию по делам несовершеннолетних, которая должна была помочь в семье, да, где происходит насилие, разобраться в этом, возможно, изъять детей, понять, почему они не ходят в школу, вызвать их к психологу. Если бы это все происходило, если бы девочки могли кому-то довериться, да, и рассказать о том, что отец их бьет, что отец к ним пристает, как мужчина, то, наверное, до убийства бы дело не дошло. А если род комиссии был закрыт, да, высокопоставленными полицейскими, они бездействовали фактически, то что оставалось девчонкам, которые ничего, кроме вот этого ужаса, не видели, в последний год они не имели права практически из дома даже выходить, пользоваться телефоном. То есть они были абсолютными рабынями в доме своего отца. Дин, еще один вопрос, который также появляется, и тоже могут слушатели, здесь он задается. Ну, казалось бы, телефон убитого Михаила Хачатуряна был изъят с самого начала. А мы, действительно, это все превращается в какой-то многосерийный криминальный сериал, и каждая серия, в том числе, с твоим участием, когда ты рассказываешь какие-то подробности, и казалось, почему нельзя все сразу, и переписку опубликовать, и как он дочерей, собственно говоря... Насиловал, Миша. Нет, ну, там не по переписке, нет, переписку опубликовать, где он на них просто матом орет, да, переписку вот с этими прокурорами... Это психологическое насилие. ...и прочими-прочими. Ну, нельзя все сразу. Да, почему все дозировано, все вот как по серии. Закончился сезон, начинается новый сезон. Это все связано с тонкостями нашего уголовного отдела производства. Просто пока дело не закрыто, следовательно, пока идет расследование, есть тайна следствия. И адвокаты, и все участники процесса, они находятся под подпиской о неразглашении. А вот когда дело уже готовится для передачи в суд, то все участники, опять же, процесса знакомятся и могут после этого эти данные уже публиковать. Я вам больше скажу, что это не конец. Там еще очень много всяких фактов, которые просто еще... Дин, пока успеваю, да, мы поняли, пока успеваю, вопрос от слушателей, тебе. Как было доказано изнасилование? Со слов дочек, ну, с моих слов, можно и Мария обвинить в моем изнасиловании, тем более, что я вчера в Москве был. Это от Дмитрия, жертвы моей потенциальной. Как было доказано? Можешь прокомментировать? У меня есть судебно-медицинские эксперты, которые обучаются таким моментом в течение 8 лет. Это из института Сербского. Они установили, что были факты насилия. Вот, я думаю, Дмитрию мы предоставим, наверное, какой-то ответ в ближайшее время в странице газеты. Попросим судмедэксперта рассказать, каким образом, да, это все происходит и устанавливают какие-либо обстоятельства. К нам, друзья мои, к нам цепятся смс-ки, после которых хочется крикнуть «Люди вы звери». Смотрю, что пишут. А убежать из дома они не могли, решили убить, сговорились предварительно. Давайте, давайте так. Подожди, Дина, что Дин? Здесь ничего удивительного. Люди, которые не сталкивались с домашним насилием никогда, которые вообще не понимают, что это такое, вот они такие вопросы обычно задают. Это догмат, сами виноваты, да. Это нормальные люди, на самом деле. Нет, нет. Зайдите, пожалуйста. Дин, спасибо тебе большое. Поговорили бы еще, но время эфира поджимает. Поэтому подробности, как все это происходило, что установило следствие, были проведены следственные эксперименты и видео с этих следственных экспериментов. Ну вот, для того, чтобы на такие вопросы не отвечать, зайдите на сайт «Комсомольской правды». Дина Карпицкая ведет это дело, сестер Хачатурян, в издательском доме «Комсомольская правда». Прочитайте.